Всем привет, с вами Давилович и сегодня новый обзор на новый бюджетный накопитель от уже известного для нас бренда, который был у меня на обзоре и это европейский бренд компании Goodram. Погнали! Друзья, сегодня у меня на обзоре модель CX200 и сегодня мы узнаем, что же нам приготовила компания Goodram потому что у меня на обзоре уже была моделька CX300 и зарекомендовала она себя так себе, то есть в принципе достойно Для тех, кто не знает, Goodram это у нас европейский бренд, а точнее польский бренд и они производят память, флешки и с недавнего времени начали производить SSD накопители Опять же, лично я считаю, что они все-таки производят в Китае, ну просто под своим брендом И я сомневаюсь, что в Европе, в Польше делают чипы памяти, там же делают контроллеры потому что все это покупается в Китае и дешевле это сделать именно в Китае По данному диску удалось найти не так много информации Здесь у нас используется TLC память, я так понимаю обычная TLC память потому что 3D нигде не указано и заявлены скорость чтения 560 и запись 500 Давайте с вами перейдем к распаковке, а потом на тестах проверим какие же значения чтения и записи мы получили Накрепитель Goodram поставляется вот в такой вот картонной коробке, ярко-голубого цвета Итак, у нас указан производитель, это Goodram, объем 120 гигабайт Это у нас C-серия, это SSD и моделька XAX200 То есть имеется прозрачное окно с видом на сам накопитель Goodram Сверху и снизу у нас указана моделька, указано, что это SSD и все На обратной стороне у нас уже хоть какая-то информация есть То есть все так же модель SSD и производитель Имеется информация о том, что здесь NAND Flash, что это у нас быстрый и легкий накопитель для настольных компьютеров и ноутбуков Трехлетняя гарантия, 2,5 мм адаптер в комплекте Имеется английский и польский язык, потому что производитель Польша Указано у нас предназначение, схематичное изображение И также имеется информация на русском языке, где нас посылают на сайт производителя Для получения более подробной информации о продукте, посетите наш сайт goodram.com.ssd Вот, имеется наклейка, то есть даже не одна, а две Одна это у нас о том, что это SSD Моделька у нас CX200 на 120 гигабайт И вторая наклейка у нас с серийным номером SSD у нас упаковка защищена от вскрытия вот такими вот двумя круглыми кусочками скотча Поэтому обращайте внимание при покупке Ну а мы давайте один из них вскроем И посмотрим, что же у нас находится внутри И открываем Все, достали Внутри у нас больше ничего нет Можем увидеть наш накрепитель Он лежит вот в таком вот пластиковом блистере И поэтому давайте его оттуда извлечем Оп, все Итак, в комплекте у нас имеется вот такая вот накладка Она предназначена для того, чтобы увеличить толщину накопителя Приклеивается она вот сверху обычно Она нужна для старых ноутбуков, когда нужно сделать накопитель толще Чтобы он не болтался в разъеме Вот, хорошо, что производители до сих пор об этом думают Хотя сейчас таких ноутбуков уже, конечно же, не делают Все, больше у нас здесь ничего нет И давайте перейдем к осмотру нашего накопителя Поставляется он в металлическом корпусе На лицевой стороне имеется Goodram и CX200 Это у нас модель данного накопителя Все, с лицевой стороны больше ничего нет Но я вам скажу, что так как он металлический Все углы острые И выполнено с дизайнерской точки зрения довольно хорошо То есть логотип посередине и модель Выглядит действительно, ну, мне нравится Давайте смотреть, что у нас с другой стороны Так как корпус металлический у нас Отверстия выполнены прямо в корпусе, прямо в металле Поэтому смело можно закручивать со всей силы Когда вы будете крепить его в корпус И на накопителе имеется вот такая вот большая наклейка А на наклейке имеется еще одно с серийным номером Так, в принципе, у нас указана модель, объем, парт номер Ну и как-то так Ну и адрес у нас производителя Здесь указано, что это Польша Хотя я все-таки считаю, что делают его, скорее всего, в Китае Накопитель имеет стандартное SATA 3 разъема Также совместим с SATA 2 Поэтому смело можно использовать там, где вы только захотите Но на распаковке все Давайте переходить к тестам Накопитель от компании Goodram CX200 у нас установлен И давайте произведем его инициализацию форматирования Для этого заходим в управление дисками И смотрим, все, инициализация прошла у нас успешно Диск у нас получился объемом 111,79 гигабайт Давайте создадим простой том в системе NTFS И отформатируем его Ждем, когда у нас отформатируется накопитель Буква у нас должна стать по умолчанию E Все в порядке, все отформатировалось И давайте приступать к тестам Первым делом запускаем SSD Live Pro И смотрим, какие нам характеристики данная программа покажет Включение 7 раз Trim поддерживается, включен Но так как это все-таки бюджетный накопитель Не поддерживается объем данных на запись Те данные, которые были записаны И сколько по времени был включен данный накопитель Но ничего страшного в этом нет Конечно, количество включений 7 раз Многовато для абсолютно нового накопителя Но будем думать, что производитель довольно тщательно проверил его И мы получили очень качественное устройство Далее запускаем утилиту SSD Z И посмотрим, что же нам покажет данная утилита Итак, у нас все определилось У нас определился накопитель как Goodram Все в порядке У нас определился контроллер Это FISON PS3110S10X Но память у нас, сожалению, здесь не указана Итак, смарт у нас в порядке Все отлично Поэтому давайте перейдем к самому интересному Это у нас тесту на скорость При помощи программы Crystal Disk Mark 5 прогонов по 1 гигабайту Мы, собственно, и проведем все тесты Сейчас накопитель абсолютно пустой Поэтому начнем А вот тест завершился И мы видим очень хорошие показатели Мы видим, что чтение получилось 562 мегабайт в секунду А запись 517 И это очень классные показатели Это очень круто И мне он очень нравится Сейчас попробуем скопировать на него данные И посмотрим, что из этого выйдет Так, друзья, при копировании 26 гигабайт с видеофайлами Это у нас после рендера Мы видим, что у нас кэш хватает где-то порядка 3 гигабайт После чего скорость падает до 90 мегабайт в секунду Это, в принципе, нормально И вы не всегда будете копировать такие большие файлы Поэтому, я думаю, это не столь важный показатель Потому что данный SSD накопитель Не предназначен для каких-то постоянных больших объемов копирования Ну, я думаю, не стоит заполнять полностью данный накопитель Потому что цифры изменятся не сильно Поэтому, я думаю, можно переходить к подведению итогов Итак, друзья, вы все цифры сейчас увидели сами 562 на чтение, 517 на запись И это отличные показатели По сравнению с предыдущим накопителем Ну, просто поработали над ошибками И сделали очень и очень классно Да, по видео вы видели при копировании файлов То есть, также присутствует просадка скорости При копировании больших объемов Но вы не будете это делать каждый день И не будете делать это за большими объемами Во-первых, у SSD имеется ресурс на запись А во-вторых, ну, это просто не нужно Если вы на этот накопитель поставите софт Там, не знаю, будете смотреть фильмы Ничего страшного Вам хватит вообще надолго этого накопителя На несколько лет И даже не будете париться Гарантия, кстати, на накопитель 3 года Ну что, это в принципе сейчас обычная стандартная гарантия Для твердотельных накопителей Если сравнивать с прошлой моделью CX300 То скорость выросла в разы Там накопитель CX300 показал скорость 507 на чтение И 403 на запись Ну что ж, я смело рекомендую данный накопитель к покупке Вообще, если вы даже не знакомы с этим брендом Не стоит переживать Покупаете данную модель Получаете высокие скорости И наслаждаетесь быстрой работой вашего компьютера Ну а на этом, друзья, все Если вам понравился обзор, ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на мой канал Вступайте в группу ВКонтакте Два обзора И до новых встреч Пока-пока Кстати, данный накопитель я купил в интернет-магазине LineTrade Ссылка будет под этим видео Поэтому заходите, смотрите, сравнивайте И покупайте Субтитры сделал DimaTorzok